Вознесение Вознесение Семь чаш гнева предназначены для тех, кто поклонится Антихристу и нанесет печать на руку или пчело, лоб. Вот как об этом говорит Слово Божие. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклонится зверю и образов его и примет начертание на руку или на чело, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаши гнева его. Это значит, что кто не поклонится зверю, тот не будет пить вино ярости Божией, вино цельное. И вот как Святое Писание описывает излияние ярости Божией. И после всего я взглянул, это пишет Иоанн в Откровении. И вот открылась храм Скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по перстям золотыми поясами. И один из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чар, наполненных гневом Божиим, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы и от силы его. И никто не мог, войти в храм, доколе не окончили семь язв семи ангелов. Откровение, глава пятнадцатая, с пятого по восьмой стих. И дальше написано. И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю. И сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющие начертания зверя и поклоняющиеся образу его. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь, как бы мертвеца. И все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангеловод, который говорил, праведен ты, Господь, который есть и был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого жертвенника, говорящего ей, Господи Божий Содержитель, истинные и праведные суды Твои. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей в нем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, и имеющего власть над всеми язвами, не вразумились, чтобы воздать ему славу. Четвертый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалась царство его мрачным. И они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога, Небесного, от страданий своих, и я своих, и не раскаялись в делах своих. Четвертый ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в нем вода, чтобы готов был путь царян от восхода солнца. И видел я, выходящие из уст дракона, из уст дверя, из уст рогопророка трех духов нечестивых, подобно жабам, так и собрались души, творящие знамения. Они выходили в царян земли всей вселенной, чтобы собрать их, набрать, вон и великие деньги, Бога Содержителя. Все идут как тать, блажен в воду, и хранящие одежды свои, чтобы не ходить ему на день, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Анмагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий, свершилось. И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было на земле с тех пор, как на ней живут люди. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант, впал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язвы от него были весьма тяжелые. Откровение, глава 16, стих с 1 по 21. Первая чаша гнева – жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющие начертания зверя и поклоняющиеся образу его. Вторая и третья чаша гнева – вся вода стала кровью, и люди пили воду, которая превратилась в кровь. За то, что они пролили кровь в святых и пророках. Бог дал им пить кровь. Они достойны того. Они достойны того. Четвертая чаша – солнце жгло людей сильным зноем, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумелись, чтобы воздать ему славу. Пятая чаша – престол зверя, и царство его сделалось мрачно, и они кусали языки свои от страданий, и хулили Бога Небесного от страданий своих, и я своих, и не раскаялись в делах своих. Шестая чаша – великая река Ефрат высохла, чтобы все цари земные пришли по ней в долину Армагеддон, сразиться с возвращающимся Иисусом Христом. Седьмая чаша – свершилось возвращение Иисуса Христа на землю. Вывод И не будут проходить эти ужасные испытания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...